Привет, Ютуб, с вами Ларин и его счастливая избранница, которой повезло, Ксюша. С чем? Ну, не знаю, сегодня день хороший, даже дня не было. Два вопроса волнуют наших зрителей последние несколько лет. Что это за женщина и... Это я. Сумасшедший ли ты, Дмитрий Ларин, и пиздец? Это да. И чтобы подтвердить эмпирически, мы сегодня пройдем, ну как мы, я пройду. Ксюша будет задавать вопросы из теста. Я люблю психоанализом заниматься просто. Доктор Фройд, перелогиньтесь, да. Вот, и я согласился пройти некоторый тест, чтобы понять, насколько все плохо. Этот тест сонди, он актуален на данный момент, то есть результаты могут быть разные в зависимости от твоего состояния сегодня, да? Да, можно проходить несколько раз в год, и результаты должны меняться. Ну или не должны, если вы постоянно в одинаковом состоянии. То есть, если я сумасшедший психопат с комплексом Бога сегодня, завтра я могу быть благодетелем Далай-Ламой, да? Возможно. Сегодня мы это узнаем. Для начала. Девочки. Тесты из журнала Лиза. Лиза. Если бы мы проходили тест «Какая я собака», то, наверное, просмотры бы больше самоврала, или кто есть. Я бы был лютоволком. Если вам понравится, можем пройти потом тест «Какая я собака». А если вам не понравится, можете отписаться и забыть обо мне навсегда. Но если вы не такой, то поставьте прямо сейчас лайк, поставьте колокольчик и напишите комментарий из четырех слов. Даже если это будут маты и какая-нибудь нечислено раздельная лексика. Но лучше, конечно, хорошие слова. Но, может, не плохие. Будет что-то типа «Тупая шлюха, свали отсюда». Нет, «Тупая шлюха, когда умрешь». Ну да. Такие комментарии Ксюша получает в директ. Если вы из этого числа, то не надо, не делайте так. Вы очень плохой человек. Плохой ли я человек? Давайте посмотрим. Начинаем. Перед вами будет разложено 8 портретов. Рассмотрите их внимательно. Сперва выберите тот, который вы хотя бы относительно предпочитаете всем остальным. Там будет Путин. А затем тот, который покажете наиболее симпатичных среди оставшихся. А, то есть сначала лучший опыт, а потом тот, кто... Да, по нисходящему. Возможно, вам не понравится ни один портрет. Тогда выберите два наименее неприятных. Даже если тебе ни один не нравится, все равно выбирай. Затем вам будет предложено выбрать два портрета, которые вам наиболее неприятны. Ну, там будет повторяться снова правило, и ты будешь просто отвечать на них. Ставьте полтора икса и включайте. Поехали. Вот этого я на стройке видел в 98-м. Он спирт пытался продать ребенку. Два наиболее приятных. Ну, приятные, я так полагаю, кто не сделает мне хуйни по жизни. Кто может проявить заботу. Я вот вижу, что... Сложно, сложно. Ну, вот, наверное, добрая бабушка такая. И кто еще? Ну, вот этот меня смущает, мужик. Ну, вот, достаточно приятно. Он на меня похож чем-то. Самых неприятных. Неприятных. Немножко лукиский тест. И эти люди наверняка никогда не существовали на земле. Вот это вообще похож, собственно, на Феликса Дзержинского, этот мужик. Поэтому я вот предвзят еще по политическому бэкграунду этой страны, понимаешь, в подкорке вшитой. Ну, я не знаю, неприятные. Ну, это так субъективно, блядь. Ну, так это и должно быть субъективно. Вообще, типа максимально. Так это и должно быть субъективно. Все. Да, наиболее приятных или симпатичных. Они все, собственно, не это, не Роберт Дауни-младший. Меня этот чел смущает. Он как вот смотрит на меня как, ну, высока. Я точно, он точно неприятный. Вот этот, блядь, он хитрый. Так, ну ладно. Этот подкаст будет длиться 8 часов. Ну, давай этот, он хитрый, но в целом, блядь, он тоже. Этот надменный какой-то, блядь. Приятный симпатичный. Ну, он симпатичный, но он не очень приятный, как мне кажется. Ну, давай рискнем, короче. Неприятных. Приятных или симпатичных сначала парочку. Тут на Навального похож третий. Да, да. Это просто шарш на Навального. Пиздец похож, реально. Так, приятный, симпатичный. Ну, вот он, кстати, приятный. Не как приятный Ильдар, конечно, приятный Ильдар. Но это, ну ладно, давай его выберем. Типаж таких людей я видел в нулевых на фейс-контроле. Один мне даже как-то это в живот въебал. Поэтому он неприятный. Это тоже как-то хитро. Ну да, да, да. Тут приходится как бы... Но я не буду комментировать, потому что это уже будет навязываться мне. Видишь, мне приходится балансировать между приятностью, как человеческими качествами, так и до симпатии. Симпатичные люди могут быть типа мразями. Я далеко залезаю. Сколько вопросов вообще? Ну, просто... Ну, вот приятный тип. Я не знаю, что важнее, приятность или неприятность. Ну, вот тебе просто вот хороший вот, кажется, внутренний вот просто ты выбирай. Все, я понимаю, внутренний. О, Борис Николаевич. Это как будто вот смесь Бориса Николаевича, Ельцина и еще какого-то партийного деятеля. Типа Брежного. Если бы у них был ребенок. Так, приятно. Ну, вот приятный молодой человек. Как-то не хочется ярлыки развешивать, ну, собственно. Ну, вот он какой-то функционер политический. Не вот сразу. Вот, рубаха парень. Такой он сразу в глаза бросился. Вот эта женщина похожа, как вот если бы Сталина через ФСП прогнать и в женщину. Молодого Сталина, революционера и еще такого. Ну, вот приятный тип. Такой. Добрый грузин. А как симпатичность мне вообще определять? Типа это, типа какая-то красота пропорций или с кем бы это? Ну, вот просто нравится тебе. Ну, как-то вот никакого конкретного. Вот просто вот ты бы выбрал человека. Опять-таки между приятностью и симпатией. Оторжение. Ну, вот давай как бы... Вот кому у тебя отторжение какое-то? У меня никому нет отторжения. Я считаю, что все сейчас имеют право на жизнь. Но визуально ты все равно, типа, видишь это. Я понимаю. Я сейчас загонюсь, мне кажется. Они так смотрят мне прямо в душу. Несмотря на то, что они с кандышом нарисованы. Ну, ладно. Все? Это все? Да. Реакция дается в двух формах. У меня сейчас случится инсульт. Тут какие-то вещи про меня пишут жесткие. Ну, читай. Слушай, может с помощью Data Driving подхода это решим? АБ-тестирование проведем хотя бы. Ну, или с помощью питона данные проанализируем. Построим гипотезы, отсеем неработающие. Ну, ты чего? Офигенным специалистам не рождаются. Им становятся. Понятно? Могла бы уже собраться. Хватит клянчить еду в тупую. Пора зарабатывать с помощью собственных умов. Вы же люди, а не звери, которые просто ввиду ограниченности своего мозга не могут постигнуть такую специальность. Когда-то аналитик в школе онлайн. Skill Factory. Преимущество прохождения этого курса. Хорошая зарплата. Огромное количество вакантных должностей. Удобный онлайн формат обучения. В неделю на обучение ты будешь тратить 5-7 часов всего лишь. Немного. На выходе получишь крутые кейсы в портфолио. Soft skills по управлению командой. Круто же. У тебя будет личный помощник и комьюнити классных специалистов. В результате это поможет твоему карьерному росту. А Skill Factory трудоустроит самых старательных учеников. А чтобы расти по всем возможным лестницам было проще. Skill Factory дает скидку по промокоду LARIN 50% до 10 августа. Успейте прыгнуть в уходящий поезд. Купите курс до конца этого месяца. Впишитесь еще и в розыгрыш MacBook Air ко всему прочему. Ссылки в описании. Интервентация двух форм. Психоаналитический. Краткие значения векторов лечения по учебнику Sony. И индивидуально личностный. Это сводные характеристики личности на основе ярко выраженных факторов по методу портретных выборов. Надо помнить, что полноценная интерпретация результатов теста во всей их взаимосвязи и в сопоставлении с результатами других методик и наблюдений. Задача для опытного психолога-психоаналитика, которым, конечно же, я являюсь. У меня есть целых два курса психологии. У вас есть два курса психологии? Которые ты прогуливала, я помню. Нет, я не помню. Я помню. Ой, Дима, я лучше посплю. Слушай, сегодня холодно, давай-ка это. Мне-то на дебенка. О-о-о, пацаны с дебенкой еще там. Поэтому психолог это high level. Но так. Естественно, более полную картину тебе психолог расшифрует. Но и в целом достаточно понятно вроде. Читай. Рекомендую всерьез это не воспринимать. Так, значит... Просто когда ты прочитал первую строчку и уже что-то... Ну, бля, у меня уебало это прям по мозгам. Что значит доминирование покорности, пассивность жертвования собой? Вообще, а как могут сочетаться доминирование покорностью и жертвование собой? Жертвование собой, оно свойственно типа там пассионариям всяким, там, типистам. А подожди. Жизнь положу свою на дело. А вот это сексуальное влечение типа к человеку, которого доминирует покорность. Или типа у тебя в плане сексуальном типа доминирует покорность. Давай, короче, сейчас... Короче, это сложно. Я попытаюсь удержать сейчас эмоции и без, собственно, какой-то оценки. И потом подытожим, я скажу все, что там. Психоаналитическая интерпретация для психолога, да? В моем случае, наверное, психиатр уже. Доминирование покорности, пассивности, жертвования собой. Вектор Пи. Пароксизмальное, этикоморальное влечение. В этом вектора у нас этические сомнения. Истереоформная подавленность. Вектор Ч. Я. Влечение, характерологические черты. Мягкость, женственность. Для женщины стремление быть желанной, иметь поклонников, быть одариваемой и ведомой. Пиздец. Тенденция отдаваться партнеру. Сентиментальность. Одиночество. Чувство покинутости. Смирение, покорность. Быстрая подверженность чужому влиянию. Плохая ориентация во времени и пространстве. Плохая ориентация во времени и пространстве. В пространстве точно. Я в лесу вырос, я могу ориентироваться по Луне. А логическое мышление. А логичное. Ну а логичное, а логичное. А логичное мышление. Вектор Си. Влечение к контакту. Зрелые отношения в контактах. Чего значит, хуй знает. Привязанность без дальнейших поисков. Достаточно надежное внимание. Индивидуально-личностные интерпретации. Не следует ни удивляться, ни пугаться, если в целостном портрете личности обнаруживаются кажущиеся противоречия. Человек соткан с противоречи. Ящик-загадка. Балансированная, гармоничная личность. Гармоничная личность. Уравновешивается именно за счет этого противопоставления умеренно выраженных, разнонаправленных свойств, в то время, как акцентуация характера проявляется перевесом какой-либо заостренной черты. Мне кажется, блядь, вот психологи они навдумывали этих слов, чтобы казаться умнее. Нет, что-то сложно. Так просто говорится, что это нормально, если у вас противоречивые получаются итоги, потому что человек сам по себе очень противоречивая личность. Внутриличностный конфликт. Чем больше, тем сложнее живется. Это нормально. Чем я стал? Это биологические предпосылки. Слабый тип высшей нервной деятельности. Ебать, вот это обидно было. Подвижный тип высшей нервной деятельности. Нихоя непонятно. Смешанный, неустойчивый тип высшей нервной деятельности. Это что? Это вот какие-то циферки, как это понимать? С1, Е+, Ху-. Если среди вас есть практикующие психологи или те, кто учится на эту специальность, то напишите, что это вообще значит. У вас вот есть перед глазами, собственно. Потому что я ничего не понимаю. Второй тест более для меня. Хорошо. Конституциональный тип. Лептосомная, в скобочках, астеническая конституция. Я не всегда аст... Ну, типа, я иногда очень много действую. Гипостенический, опять-таки, туда же. Гипотимный тип реагирования. Загуглите эти слова, они херой непонятны. Я просто в шоке. Вот эти... Меня это уже загоняет, понимаете, непонимание. Вот этот интеллектуал не знает умных слов, тупой дизлайк, блядь. Отписывайся. Пикнический, эмоциональный, неустойчивый, смешанный тип... Понимаешь, вот по итогу... Пикник, блядь. Каждый в пикник влюблен. Мне кажется, итогом у меня там будет в конце внизу написано Наркоман сторчался и пиздец. Инфантильный, эмоционально незрелый, неустойчивый. Все, читай сама, я не могу на это смотреть, я не могу на это смотреть. Все, включай. Нерешительность, мягкость, зависимость, склонность к идеализации объекта привязанности, конформность, сочувствие к людям, тенденция к самоограничению ради близких, склонность к глубокой привязанности при слабовыраженной сексуальной озабоченности. Ну, хоть что-то нормально. Ну, хоть я не маньяк, не ваэрист, и это не дрочу в парке. Миротворческие тенденции. Миротворец, миротворцу рознь. Конформность установок. Я не тот, который с автоматом. Декларация альтруизма. Отзывчивость. Я пацифизм. Склонность к сотрудничеству, доброжелательность, самоотверженность, религиозность, терпеливость, стремление помогать другим. Отличается высокой тревожностью, капризностью, склонностью к драматизации имеющихся проблем. Купи мне PlayStation V. Тупо драма Queen. Высокий уровень мотивации избегания неуспеха. Стиль межличностного поведения. Ёбаные психологи, почему нельзя было написать «не»? Как там написано? Высокий уровень мотивации избегания неуспеха. Избегание неуспеха. А как насчет того, чтобы написать просто стремление к успеху? Нет, это другая уже эмоция. Тебе не... Получается не столько, сколько важен успех, сколько не обосраться скорее. Насколько точные результаты, исходя из того, что я кликнул по восьми картинкам? Ты же понимаешь, что... Это может быть мусором, вот, кромешным. Ты же понимаешь, что мы не психологи, не можем интерпретировать это, типа, правильно и все такое? То есть не нужно к этому... Надо было усатого дядьку лайкать. Я понял, где это. Я приебался. Страх неудачи превалирует над мотивацией достижения. Видишь, это то, что я сказала? Ориентация на общепринятые нормы поведения и мораль общества. Эмоциональное действие... Слушай, я, по-моему, вообще в разрез иду с общественными приколами совсем. Повышенная тревожность, сотрудничающие... И все эти институты... И альтруистический стиль взаимодействия с окружающими, художественный и вербальный тип восприятия, реакция на стресс, страх, защитный механизм, соматизация. Что такое соматизация? Да, хуй знает. Демонстративная... У меня психосоматика какая-то начинается, там... Чё, задыхаюсь? Демонстративная личность с противоречивой направленностью мотивов. Мотивация достижения сталкивается со столь же выраженной мотивацией избегания неуспеха. Склонность к соматизации конфликта. Чё такое соматизация конфликта? Загугли, мне просто важно это прямо сейчас. Это один из механизмов психологической защиты человека. Понятие соматизации... Бла-бла-бла... Отелеснивание негативных эмоций, приводящее к возникновению дискомфортных телесных ощущений. Ну да, да, это психосоматика, короче. Ну психосоматика, то есть может там это... Или это, сердце задергаться. В этом плане? Ну типа да. Типа восприятие художественное, чувственное, наглядно-образное мышление. Стиль межличесного поведения. Все, ладно. Гибкий. Ой. Стой. В стрессовой ситуации когда чаще всего возникают у людей? Ну в каких-то общественных местах, в ситуациях с измененным сознанием. Я бы не сказал, что у меня частые панические атаки или тревожное состояние. Мне кажется, здесь вообще 50 на 50. Это похоже на гороскоп какой-то. Стиль межличесного поведения гибкий, с тенденцией к превоплощению в разные социальные роли. Личность отличается высоким самоконтролем и подавлением вышеперечисленных свойств. Вот может тут все вот тебя обосрали, но сказали, что но ты умеешь правильно это все все подавлять, и поэтому это незаметно. Отсюда матовые черты личности, ищущие признание. Со склонностью к лжи, фарисейству, а также боязливость и умительность. Фарисей. Лебезящая. Тварь дрожащая. Вот надо понять, что значит эти буковки. Я тогда пытался, я помню, я проходил этот тест, я пытался понять, но потом ушел в такие дебри, что это, тут без психолога, психоаналитика вообще никак. Выбор профессии. Медицинский работник, врач, медсестра, парикмахер. Однажды я как-то себе папиллому бритвой удалил. Это считается, что я врач? Манитюрша. Воспитатель, библиотекарь. Швы как-то снял на ноге, загноились. Все нормально. Медицинский или архивный работник. Делопроизводитель, научный работник, филолог, искусствовед. Искусство люблю. Специалист по охране здоровья, священнослужитель, миссионер, учитель, воспитатель, адвокат, служитель религиозного культа. Я не адвокат, я адекват. Портной работник в сфере обслуживания. Социальная активность в сфере культуры и гуманистической деятельности. Общественно полезная активность в сфере... Поеду с миссией в Африку, детей кормить. Общественно полезная активность в сфере этики морали. Ну вообще, вот это близко. Я как бы считаю, что я немножко... Все, что хорошее, это ко мне близко. Все, что хуйня нет, это не про меня. Удобная позиция. Да, декларация альтруизма, участие в общественных движениях, служение народу. Слуга народу. Фетишизм. Самоуничтожение суицидальной тенденции. У меня сейчас это загнало. Я сейчас думаю, что я снова буду думать об этом, как в 2009. Склонность к вегетативной неустойчивости, мигрени. Эпилептоидная слащавость. Я из этого знаю только слащавость. Ну да, эпилептоидная слащавость. Психосоматические расстройства, ханджинсы. Там в конце не будет, типа, вот телефон специалиста, позвони, браток, у тебя трабли. Бесплатно подобрать проверенную психологу, который поможет разобраться в себе лучше. Жить можно на сайте? Да я их раскусил. Они специально человека загоняют, чтобы это... Это сайт для того, чтобы, ну, зарабатывать на клиентах, на таких дурочках. Очень интересно, но ничего не понятно. Предвзято, да, очень интересно. Ну, собственно, это... Психология, она всегда для меня оставалась не big science, да, вы помните? Просто-то я прогуливала уроки и нихера не... Я говорю, надо на Дыбенко было тогда ездить. Ксюш, надо было брать такси и ехать, несмотря на то, что спать хочется зимой. Напишите тезисно в комментарии, что я за человек. Сейчас, чтобы, ну, как-то подтвердить этот тест, мы пройдем еще один тест. Тест Люшера. Тест Люшера, там с цветами, да? Да. Он более понятный для тупеньких, как мы, вот. И вот каждый может понять, что там написано. Там вот вообще ничего сложного нет. Ребята, если вам интересно, как я прохожу второй тест, тест Люшера по цветам, то ставьте ролику лайк, я увижу вашу активность и выгружу его. Вот хоть завтра, он вот лежит. А пока подписывайтесь на канал, ставьте ролику лайк, делитесь видео. Клип скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok